Утренний гость Здравствуйте Доброе утро, Женя Вот расскажи поподробнее, как называется, во-первых, конкурс и идея, как она родилась и что это такое вообще? Конкурс называется «Я живу в Чувашии» Это конкурс работ, посвященных какой-то национальной идентичности Ну, идея родилась в нерабочее время Мы сидели в кафе с ребятами и обсуждали, вот, как нам сделать что-то интересное Хочется как-то запомниться людям Вот, и родилась идея сначала фотосессии, какой-то тематической, ну, для своих Потом родилась идея конкурса «А давайте вот найдем людей, которые тоже захотят участвовать в этой фотосессии» Ну, и так родился как бы конкурс Потом было название, хэштеги и вот прочее, прочее Руководство поддержало, то есть я пришла, предложила Жень, скажи, а какое количество уже заявок вот на сегодняшний день вы приняли? Ну, заявок более 50 Вот, они как бы все очень разные Конечно, у нас так получилось, что в основном все в чувашских костюмах Но это тоже очень здорово, то есть оказывается люди У них вот есть эти костюмы, у них есть какие-то украшения, есть вот что-то дома Ну, давай скажем, что все-таки конкурс, прежде всего, это не то, что я живу в Чувашии, значит, нужно сфотографироваться именно в национальном чувашском костюме, да? И в Чувашии именно, да? Да, это же нужно, это нужно понимать, что, в принципе, у нас, в нашей республике живет, если я не ошибаюсь, 128 128 национальностей, и мы поставили себе задачу показать их всех Поэтому мы с удовольствием, друзья, принимаем ваши фотографии в национальных костюмах, в тех, ну, в какой национальной, в принципе, принадлежности вы относитесь, правильно я понимаю, да? Правильно, да Это и татарские, и марийские, и мар-2, и так далее, и так далее, и так далее А все, кто проживает у нас в республике, может быть, за пределами ее, но имеет корни, у нас здесь, присылайте фотографии, в принципе, что-то интересное Это даже может быть не обязательно национальный костюм Да, то есть какая-то любая идея, у нас были девочки, которые прислали фотографии с боди-артом, с каким-то макияжем, с национальными мотивами, это тоже очень интересно И, ну, это необычно, это позволяет вот как бы зацепиться глазу А еще Женя признала, что есть такие фотографии с разных точек нашего мира, правда? Да, то есть некоторые прислали фотографии из каких-то поездок с представителями других народов, то есть там вот такая группа лиц, и вот участник, он там в центре или где-то сбоку, ну, вот, с флагом Чувашии Флаг Чувашии на Эвересте, друзья, я знаю, что у нас есть ребята, которые покоряют эту высоту, эту вершину, и неоднократно уже были Если вдруг у вас есть такие фотографии, то милости просим к нам вообще во все, во все эти социальные сети Хэштег «Я живу в Чувашии» отправляется, все это отслеживается, и, собственно говоря, будут подводиться итоги Да, итоги мы подводим 23-го на площадке Таван Радио, которая будет в 17.00 на Красной площади Я думаю, это вы уже объявите, вот, а вообще, кроме хэштега «Я живу в Чувашии» есть хэштег на Чувашском Я, наверное, сейчас ошибусь, но я все-таки попытаюсь его сказать «Эбби Чуваший Андрея Пурнадоб», потом «Мы вместе», «Эббер Перле», «День Республики», «Республика Куне», ну, и вот, они вот как бы все русско-чувашские, то есть дублируем Да, кстати, вот про финал до этого конкурса, он действительно будет фееречным Мы представляем не только Таван Радио, но и всю нашу национальную телерадио-компанию Чувашия Будем зажигать, будем дарить яркие песни, любимые песни, ну и подводить итоги конкурса Да, наверное, стоит сказать о подарках Они у нас в этом конкурсе впервые А давай интригу повесим, подожди, подарки будут обязательно, повесим просто интригу А ведь, на самом деле, конкурс конкурсом, хочется всем получать подарки, но ведь не только за подарки нужно участвовать Мне нужно сказать, что они будут очень хорошие Потому что они будут хорошие, я в этом не сомневаюсь Если обязательно, они будут... Да, как бы мы уже решили, что, может быть, если мы не найдем победителя, мы сами как-то вот так вот между собой. Хотя, конечно, в первую очередь мы ищем победителя, и у нас есть какие-то работы, которые вот прям вот ах. Ну, если более 50 заявок, и, как ты говоришь, что с разных уголков мира присылают фотографии в разных костюмах. И я тоже заглянула уже в группу ВКонтакте, увидела, что да как... Впечатлилось. Впечатляет. Поэтому, друзья, и вы, заходите в группу ВКонтакте, смотрите, все доступно, все в открытой форме, ну и оставляйте комментарии, как прошел ваш вчерашний день. В общем, друзья, пишите, да, по хэштегам «Я живу в Чувашии» отправляйте фотографии, принадлежности вашей идентичности и Чувашской республике, и не только. Ну и, конечно, подводить будем итоги, об этом будем говорить, но прямо сейчас музыкальная пауза. Карандашами разукрасим этот шарик земной. Разуй глаза, обуй ноги-боги и поспеши за мной. Мы обогнем всю планету карету, подайте карету по свету матраса. Мы будем свободны люди, всюду свой след оставляя. От края до края, мы везде побываем. Рейки Ави, Гадис, Абеба, поспеши туда, где не был. Торопись, говорит нам жизнь. Великдон, Ланкур, Талин, мы еще там не бывали. Торопись, говорит нам жизнь. На старом атласе отмечены места, все смотри. Куда доплыли, долетели, долежали, дошли. Жажда странствий в открытом пространстве, нас манит вперед. Что же дальше нас ждет, мы узнаем. Мы везде побываем. Мир бесконечно прекрасен, ответ прост и яден. Отправляйся, не жди. Рейки Ави, Гадис, Абеба, поспеши туда, где не был. Торопись, говорит нам жизнь. Великдон, Ланкур, Талин, мы еще там не бывали. Торопись, говорит нам жизнь. Слышишь ли ты этот зов, готов ли отправиться вновь? Отправиться вновь? Слышишь ли ты этот зов, готов ли отправиться вновь? Отправиться вновь? Рейки Ави, Гадис, Абеба, поспеши туда, где не был. Торопись, говорит нам жизнь. Великдон, Ланкур, Талин, мы еще там не бывали. Торопись, говорит нам жизнь. Утренний гость Мы продолжаем с вами замечательное утро этого дня, друзья. И напоминаю, что у нас в гостях человек, который выступил инициатором и организатором потрясающего небывалого по масштабам у нас конкурса под хэштегом «Я живу в Чувашии». Евгения Фандеркина, еще раз доброе утро. Доброе утро. Жень, ну расскажи еще раз вот инструкцию поподробнее, с чего начать, чем закончить, да? Потому что кто-то слышит о конкурсе впервые, допустим, да? Что нужно сделать прям поэтапно, чтобы принять участие, чтобы на главной сцене нашего города получить заветные подарки? Ну, в первую очередь нужно придумать какую-то, наверное, идею, что-то показать, сделать фотографию, найти у себя в архивах, ну, скорее всего, есть людей, все-таки как-то вот... Я знаю то, что достаточно активно, вот, народная тема у нас в Чуваше развита. Вот, то есть наверняка у всех, у каждого есть какой-то дома предмет, обихода, чувашский. Может быть, это рушник какой-нибудь, ну, русский, да? Может быть, это какой-то кокошник, может быть, это хушпу, там, может быть, это какие-то там украшения с манистами. Вот, то есть найти их, сфотографироваться в них, показать их миру, как-то оригинально что-то сделать, выложить в группе ВКонтакте. «Я живу в Чуваше», с хэштегами, соответственно, «Я живу в Чуваше», ну, это главный хэштег. И второй главный хэштег – это «Эбби Чувашин Реапурнадо», «Эбби Чувашин Реапурнадо», прошу прощения за ошибку. Вот, а голосовать лайками, репостами, приглашать своих друзей, чтобы они тоже голосовали лайками или репостами, и вот мы 23-го числа объявим победителя прием работ до 20-го. То есть нам нужно 3 дня, чтобы вот сесть, проанализировать все работы, понять, кто сделал вот самую такую вот креативную работу, самую красивую работу. Номинации 2. Это номинация основная «Я живу в Чуваше» для тех, кто старше 12 лет. То есть это взрослые, подростки, ну, просто как-то вот нам проще будет с ними. И номинация «Самый юный участник конкурса. Я живу в Чувашине» номинация «До 12 лет». У нее тоже достаточно много работ, вот это очень радует, то есть там детки тоже и в костюмах, и как-то вот они там и с животными. Мне очень понравилась работа. Буквально вчера ее выложили, там девочка была в масс-маке, это повязка, была в платье, и там была у нее козочка, она ее кормила. То есть это вот прям очень здорово. Такая композиция, не просто вот она стоит, ну, просто стоит, а вот сделали какую-то композицию, как-то вот поиграли, постарались, это очень здорово. Жень, вот кто-то, мы говорили да, ранее, впервые услышал, увидел то, что он стартует такой конкурс и захотел принять в нем участие. Но фантазия как-то вот не блещет, да, бывает такое у людей иногда. Что бы ты хотела посоветовать? Вот уже ты какой-то определенный объем работы видела, а все равно есть какие-то, наверное, одинаковые работы. Что бы ты порекомендовала? Какую, допустим, устроить фотосессию или какие фотографии добавить в этот конкурс? Они бы отличились и обязательно бы выиграли. Ну, я бы посоветовала быть эмоциональными на фотографии, как-то раскрыться, улыбнуться хотя бы, потанцевать. То есть у девушек как бы платья чувашские, они как бы не всегда прямые, они вот есть чуть-чуть расклешенные, как-то вот поиграть с этим, поиграть с волосами там, возможно. Ну, вот какие-то такие советы, да. Может быть, возможно, куда-то пойти, вот на какое-то красивое место, чтобы вот была какая-то панорама. Ну, вот, то есть с животными сфотографироваться. Ну, животные, на самом деле, это вот такая вот тема, они всегда вот, ну, скажем так, прокатывают, всегда обращают на них внимание люди. Ну, и мы, конечно, мы тоже люди, мы тоже на них обращаем внимание. Вот, то есть, возможно, куда-то пойти, там, может быть, в музей, сфотографироваться с обиходом чувашским. То есть это тоже такая приемлемая идея, думаю, в музее не будут против. Ну, смотри, у нас вот, например, в Чувашии очень много красивых мест. Я знаю, в Яльчевском районе, например, сам мне когда-то там бывал, есть источник, святой источник, и вокруг него растут просто огромная малина и очень красивые места. А я думаю, что таких мест у нас, в принципе, в республике немало. Если вдруг у меня нет какого-то предмета национального обихода, там, в той или иной нации, которая проживает у нас в республике, я наверняка же могу какие-то виды фотографировать, да, может быть, какие-то плакаты-растяжки, я живу в Чувашии, в конце концов, я не знаю, на крыше дома. Или обязательно нужно что-то национальное принадлежит? Нужно, во-первых, обязательно, чтобы человек присутствовал в кадре. То есть, как бы, это конкурс, скажем так, людей в первую очередь, то есть виды, ну, мы можем фотографировать виды, но как бы лучше... Но селфи, как у нас сейчас модно, селфи, например, я не знаю, я в поле с картошками. Ну, селфи – это очень, на самом деле, удобный формат, то есть там буквально можно распечатать логотип национальной телерадиокомпании или логотип Таванрадио, сфотографироваться с ним где-то. Ну, тоже такая идея. Ну, то есть это подходящее? Или все-таки нужно какой-то там, я не знаю, прибег? Ну, таких фотографий еще нет. Друзья, это вам на заметку, чтобы как раз-таки воспользоваться, может быть, вы будете первыми, и тогда Евгения Фандеркина вам отдаст предпочтение. Или комиссия, которую они собирают, я не знаю, это просто сейчас... Я думаю, что вы, ребята, дадите предпочтение, в первую очередь. А, то есть реально будем сидеть и думать, да? Конечно, конечно, у нас демократия. Ой, с огромной давостью мы принимаем участие, да, в судействе. Ну, а вам, Евгения, хочется пожелать, чтобы все-таки победил сильнейший, лучший из лучших, лучшие работы выбраны были, и потом на большом экране, на главной сцене нашего города мы эти фотографии обязательно покажем. Друзья, поэтому у вас есть, собственно говоря, мотив для того, чтобы на всю республику с главной сцены 23-го числа, а у нас будет большой праздничный концерт в 17.00, посмотреть и показать всей республике свои фотоработы, возможно, кто-то заинтересуется сейчас. Я думаю, что может это быть и профессиональный фотограф, и непрофессиональный фотограф. И, в общем-то, мне кажется, вы со мной согласитесь. Прямо сейчас призываю всех к активному, активно принять участие в нашем замечательном конкурсе. Хэштег. В общем, во всех социальных сетях под этим хэштегом размещайте, и, собственно говоря, до 20 июня это можно сделать, а потом останется три дня для того, чтобы выбрать лучших из лучших. Это Будильники. Всем доброе утро, отличного настроения. Будильники. Всем доброе утро, отличного настроения. Будильники. Всем доброе утро, отличного настроения. Этой тайны просто разгадать, Если ты поверишь, будешь знать. Просто посмотри в мои глаза. Мой ангел Машет крыльями, ты скажешь, Это немыслимо. Счетно минуты Нету границ, лети... Летит, ты моя музыка, ты не иллюзия моя. Летит, ты моя музыка, самая лучшая моя. Летит, ты моя музыка, самая лучшая моя. Мой ангел, ты расскажешь мне, как вместе будем на земле, нету границ лети. Летит, ты моя музыка, ты не иллюзия моя. Летит, ты моя музыка, самая лучшая моя. Летит, ты моя музыка, самая лучшая моя. Летит, ты моя музыка, ты не иллюзия моя. Летит, ты моя музыка, ты не иллюзия моя. Летит, ты моя музыка, самая лучшая моя. А ты не иллюзия моя. Я вот так вот весело мы здесь поем за эфиром, пытаемся строить второй голос. Между прочим, у Анны очень хорошо это получается. Но сейчас, наверное, демонстрировать не будешь. Не будешь? Лучше не сегодня. А вот нам Екатерина написала, что в официальной группе ВКонтакте, кстати, ТВАН Радио 103 ФМ, что она вчера встречала рассвет и отлично провела этот выходной день. Пела любимые песни, отдыхала и веселилась. Ой, слушай, ну везет, мне кажется. В отпуске находится человек, потому что если бы мы с тобой встречали, например, вчера рассвет, то можно было бы уже не ложиться, а прямо прямиком приходить сюда в студии и вести будильки шоу. Это во сколько рассвет? Наверное, в 2.30 уже светло. Фактически не знаю, но вот так вот как-то визуально просто замечаешь, что на самом деле в 2 часа ночи уже как-то светло, а в 4 просыпаешься самостоятельно, солнце начинает будить. Но в группе ВКонтакте ТВАН Радио 103 ФМ, друзья, мы задавали вам вопрос, как вы проводили время, как вы встречали этот праздник, 12 июня, День России. И вот Елена Харитонова пишет, что мы всей семьей отдыхали на природе. Дети все собрались семьями, их у нас трое-трое внуков. Рыб ловили, уху варили, шашлыки жарили, играли, танцевали. Было очень весело. Вот когда люди присылают подобные сообщения, всегда действительно душа радуется. И когда сидишь в части приветов, например, на ТВАН Радио, и когда вот такие вот сообщалки вы нам шлете в группе ВКонтакте, ТВАН Радио 103 ФМ, как-то действительно понимаешь, что люди живут, наслаждаются жизнью и радуются таким замечательным вещам. А вот по лицам людей, которые вчера были на улицах нашего города, видно то, что, может быть, не знаю, это погода, либо это праздник. А вот в душе как-то тепло, это на лицах, на улыбках. От этого просто радостно. А еще скоро сезон пусков стартует. Еще радостней сразу стало. На самом деле, да, отпуск, это как раз, как есть же, да, солнце светит, но не греет, отпуск греет, но не светит. Но светит и солнце и греет, и отпуск светит, и греет, и будет все замечательно. И я надеюсь, что все-таки искупаю себя скорее уже в Волге, потому что вчера он прям не рискнул зайти. Ой, нет, пока, наверное, еще, ну... Хотя люди, которые купались, говорят, что вода уже теплая. Моржи, может быть, да, но я, наверное, не рискну. Подожду еще недельки, где вот так вот, пусть стоит такая солнечная, ясная погода. Будем надеяться, что погода, на самом деле, нас будет радовать, и солнце никуда не спрячется, ни за какие тучки, да и градусники будут показывать достаточно теплую погоду для того, чтобы и загорать, и купаться, и на великах кататься, и в шортах, наконец-таки, уже ходить. А еще, друзья, слушать Таванрадио, смотреть национальное телевидение, наслаждаться замечательными передачами, ну и вместе с нами, с будильниками, встречать это яркое утро. Надеемся, что вы уже проснулись, те, кто только что открыл глаза и включил нашу передачу. Всем доброго, бодрого утра, может быть, кто-то завтракает, приятного аппетита. Я думаю, что мы будем переходить уже с тобой плавненько в радиоэфир на волну 100 и 3FM от Таванрадио. Ну а всем телезрителям говорим до новых встреч, ну и, конечно же, хорошего, доброго, бодрого дня. Это Максим Попов. Я Анголицына. Будильники шоу. Я не знаю, как жить, если ты уйдешь. Я не знаю, как дальше верить в лучшие дни. Что-то надо решать, между нами лишь ложь. Мы как будто вдвоем и как будто одни. Я себя приучаю быть с тобою невесте. Весь ненужной печали и без критерной лести. Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце. Я умею быть сильной. Только знай, что когда ты мне скажешь прощай. Это небо не будет, как глаза мои силы. Это солнце взорвется, разлетится на стеклах. И даже птицы замолкнут. И даже птицы замолкнут. Мне с тобой тяжело, без тебя тяжело. Но настала пора нам расставить на дни. Думала, провезло. Но как будто назло. И настала пора от тебя уходить. Я хочу навсегда позабыть это чувство. Но похоже, прощаться это тоже искусство. Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце. Я умею быть сильной. Только знай, что когда ты мне скажешь прощай. Это небо не будет, как глаза мои синим. Это солнце взорвется, разлетится на стеклах. И даже птицы замолкнут. И даже птицы замолкнут. Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце. Я умею быть сильной. Только знай, что когда ты мне скажешь прощай. Это небо не будет, как глаза мои синим. Это солнце взорвется, разлетится на стеклах. И даже птицы замолкнут. И даже птицы замолкнут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...